Трофея Зато опытному рыболову удача может широко улыбнуться, потому что под каждой такой корягой стоит по нескольку судаков. Поведение клыкастого в преддверии зимы практически не меняется. Те же стоянки, те же глубины, что и летом. Разве что в одном месте скапливается гораздо больше особей. Судак стал несколько менее осторожен, пытаясь найти укрытие в самых неожиданных местах. Из-за низкой температуры воды обмен веществ замедляется не только у хищников. Их жертвы, мелкие карасики, платва, тюлька и другие частиковые рыбы тоже становятся менее активны. И зазевавшийся карасик может стать обедом, но не в этом случае. Накопленный за лето небольшой жировой запас судака сосредоточен в брюшной полости. Не то, что у сазана и сама, у которых немало жира, содержится и в мышцах, и во внутренних органах. Поэтому питаться судак не прекращает всю зиму. Правда, не так активно, как летом. А запасенный резерв энергии поможет ему перенести вынужденные бескорные деньки и также подготовиться к весеннему нересту. Очень много питательных веществ потребуется для созревания икры и молок. Так что к середине весны судак может потерять до третьей своего осеннего веса. А пока судак, находящийся в отличной физической форме, спокойно пережидает похолодание. Один или группой, где-нибудь под корягами или реже всего на открытом месте. Но скоро он выйдет на охоту. Ему еще предстоит продержаться самое тяжелое время года. Декабрьские деньки короткие. Наверху совсем стемнело, да еще и непогода разыгралась. Чтобы не промокнуть, решено отправиться на базу, не вылезая из гидрокостюма. Добираться до базы пришлось по еле видимым ориентирам. Утро следующего дня выдалось на редкость ясным и безветренным. Но это означает, что и морозным. Вчерашний день был ориентирован исключительно на поиск судака. Сегодня Юрий выбрал для погружения место, где наиболее вероятны встречи с самами. Это так называемое ухвостье острова Хортица. Подготовка к съемкам выглядела как обычно. Сначала на берегу подготавливается подводное съемочное оборудование. Его грузят в лодку. От того, насколько тщательно будет все собрано, зависит успех сегодняшнего дня. В лодке на воде что-либо исправить будет намного сложнее. Отдельная процедура – это надевание сухого гидрокостюма. Ее тоже лучше проводить на берегу. Троим одеться вдоверху набитой снаряжением казанки очень трудно. Наиболее ответственный момент – застегивание герметичной молнии на спине. Сам подводник сделать этого не сможет. От того, насколько правильно это будет сделано, зависит, выйдет ли аквалангиз сухим из воды или замерзнет в первые минуты плавания. После того, как были закончены все приготовления, загруженная доверху лодка отправилась к местам возможных стоянок самок, определить которые мог только Юрий с помощью своего навигатора. Он давно уже зафиксировал многие перспективные точки. Упав на дно, подводники сразу увидели корягу, под которой собралось более десятка самов. Называть их самами еще рано, пока это только самята. Средний вес каждого – около пяти килограммов. Однако среди них есть один явно крупный экземпляр. Да и место он выбрал самое лучшее – в центре коряги. Остальным пришлось довольствоваться свободными местами, хотя и они пытаются силой пропихнуться в центр убежища. Интересная особенность этой лёжки самов – в их расположении по отношению к течению. Как известно, все рыбы пытаются встать мордой против основной струи. Однако в этом месте самы явно не подчинились этому правилу. Назойливое присутствие мощного света вынудило самого большого сама покинуть свое облюбованное место. Чтобы больше не беспокоить эту лёжку, Юрий повёл нас к другой известной ему точке. Здесь, на глубине около 15 метров, лежала какая-то железная конструкция. Среди обросших рам и листов металла плавал только один сом. Как потом рассказал Юрий, в этом месте в прошлые зимы ему встречались огромные скопления самов, до ста экземпляров и более. Всё пространство металлоконструкции было заполнено зимующими самами. По всей видимости, сейчас ещё рано, и не все самы встали на привычные места спячки. Однако несколько штук всё же заняли самые удобные места во внутреннем пространстве непонятного сооружения. Следующим местом, куда привёл нашу команду Юрий, стал недавно затопленный куст. Он лежал в яме на глубине около 15 метров. В том месте, где не было течения, так что под кустом скопилось огромное количество ила. Любое движение, само вье или наше, поднимало облако мути. И без того не слишком хорошая видимость пропадала вовсе. К слову сказать, солнечный свет в Днепровских водах практически не доходит до 10 метров, а на глубинах в 15 метров даже в ясный день царит полный враг. Так что при такой видимости, освещенности и труднодоступности этого куста нам не удалось сделать удачных кадров. Поэтому было решено отправиться к другой коряге. Здесь картина уже знакомая. Десятки сомиков бьются за удобное местечко в укрытии. Чем всё-таки руководствуются усатые в выборе своих стоянок? На этот вопрос трудно дать какой-то определённый ответ. Некоторые лёжки мы обнаружили под старыми корягами и полузгнившими металлоконструкциями, а другие находились под совсем недавно упавшими кустами. Иногда попадались интересные коряги, которые, по нашему мнению, должны были обязательно привлечь сомов, но там никого не было. В одних укрытиях вода стояла, зато в других била струя. Температура воды примерно одинаковая из-за перемешивания её течения. Единственное, что объединяло все эти места, это глубина, которая была около 15 метров. Наши подводники видели места, в которых на данный момент никого не обнаруживали, но всё же можно было понять, жило это место или нет. Рыбы, постоянно двигаясь под корягой, сметают ил с насиженного места, поэтому жилое место отличается белизной раковин и чистотой песка в промытой ямке. Активность сомов в это время на Днепре ещё довольно велика. Они только начинают занимать свои укрытия, в которых проведут всю зиму, ничем не питаясь и никуда не уплывая. Но пока хищного инстинкта они не утратили. Судя по отметинам на спине, этому малышу досталось от его старшего собрата. Ему чудом удалось спастись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова